Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. В окружении этих прекрасных многолетних луков я вам расскажу о второй подкормке лука и чеснока, которая является залогом здоровья растений и успеха выращивания чеснока, крупных, здоровых и, что самое главное, хорошо хранящихся и очень полезных головок чеснока, а также крепких, также хорошо хранящихся луковиц лука репчатого. Вторая подкормка является практически безазотистой. Это связано с тем, что перед цветением чеснока и во время цветения чеснока избыточный азот вызовет такое избыточное разрастание головок, рыхлость головок, в результате чего они будут водянистыми, не очень вкусными, будут плохо созревать и плохо храниться. Что касается репчатого лука, то вторая подкормка должна быть проведена, когда на репчатом луке выращиваем, особенно на лук репку, сформируется по крайней мере 5-6 листьев. В это время также избыток азота приведет к израстанию шейки, она будет толстая, лук будет долго не вызревать, впоследствии будет поражаться болезнями и хорошо хранится. Поэтому подкормка, которая будет содержать на ведро воды 1 столовую ложку сульфата калия, 1 столовую ложку двойного суперфосфата и буквально половинку столовой ложки мочевины без горочки будет прекрасной подкормкой, которая обеспечит и лёжкость, и качество, и вкус, и всё то, что мы ожидаем от чеснока и от лука. Но был бы я хорош и не был бы я русских Иван, если бы я не поделился с вами своим секретом второй подкормки. Дело в том, что и лук, и чеснок, как и все растения подсемейства луковое, семейства аморилисовое, крайне чувствительны не только к дефициту серы, который надо подкармливать как можно раньше, даже ещё до посадки желательно, ну или по крайней мере в первую подкормку. Сразу же нужно обеспечить серы, ведь сера накапливается в растениях и потом гармонично распределяется по всем остальным частям, им хватит до самого вызревания, до уборки. А вот в этот период, перед началом и во время цветения чеснока, а также вот в этой фазе лука, когда на нём 5-6 точно пёрышков есть, эти растения крайне чувствительны к недостатку цинка. Пожалуй, луковые растения больше всех чувствительны к недостатку цинка, ну может быть ещё тыква, в отличие от других огородных растений, ну даже ещё больше, чем тыква, чувствительны к недостатку цинка. Где же нам этот цинк раздобыть и как его включить в эту подкормку? Буквально четверть чайной ложечки порошка, сухого порошка сульфата цинка, а он часто продаётся в различных огородных магазинах, садовых центрах, будет более чем достаточно для однократной подкормки и обеспечения растений цинком. Признаками дефицита цинка являются отставание в росте лука и чеснока, а также межжилковый хлороз. Иногда, я бы даже сказал, что очень часто люди путают дефицит цинка, межжилковый хлороз, какие там жилки на этих листьях, и пероноспороз. Вот начинают бороться против пероноспороза, а на самом деле стоило бы просто подкормить соединениями цинка. Надо сказать, что не всем доступен сульфат цинка в магазинах. Пусть меня ругают противники и те, кто боится средства для прочистки труб, для проливов, хотя там очень слабенькие растворы, но всё в ужасе, как это так, средства для прочистки труб поливать растения. Так вот, поищите в магазинах, автомобильных магазинах очень часто продаётся средство для защиты от коррозии преобразователей ржавчины, в состав которых входит ортофосфорная кислота и соли цинка. Эти вещества вполне дружественны растениям. Чайная ложечка такого преобразователя ржавчины на ведро воды не принесёт никакого вреда, мобилизует труднорастворимые соединения фосфора в почве. Благодаря содержанию ортофосфорной кислоты переведёт фосфат кальция, который содержится в том числе в костной муке, в других соединениях, в гидросоли, в растворимые доступные соли, в суперфосфаты, а также обогатит почву соединениями цинка, так необходимыми для этих растений. Не игнорируйте эту подкормку, это очень важно. Эта чайная ложечка преобразователя вполне может добавляться в то самое ведро с всеми остальными компонентами второй важной подкормки. Ну а если вас шокирует использование подобного рода препаратов нецелевых для подкормки растений, в этом случае деваться некуда, ищите сульфацинка по магазинам и делайте эту вторую подкормку незамедлительно, и особенно если вам кажется, что вы столкнулись с проблемой пероноспороза. Вперёд, дерзайте, будьте с нами, с нами вы узнаете. Много полезного и интересного. Подписывайтесь. До новых встреч!